Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, как полюбить себя и отпустить мужчину, которого я люблю, спрашивает Екатерина. Ну, давайте мы с вами начнем сначала, если вы говорите о том, что вы себя не любите, то хотелось бы отточнить, а как проявляется то, что вы себя не любите. Вот. То есть, из чего вы делаете такой вывод, что вы себя не любите. Мне бы очень хотелось, чтобы вы по возможности, по возможности, вот этот момент, да, постарались бы раскрыть. Вот. То есть, если человек себя не любит, то он относится к себе. Во-первых, не в самом, ну, не в самом, таким лучшим образом, наверное. Если человек себя не любит, то он, ну, вот, в какой-то степени забивает на свои интересы, да, он забивает на свои взгляды. В взгляды он, ну, вот, так вот, знаете, довольно-таки, пренебрежительно к себе относится. Человек, я имею в виду. И вот, если у вас что-то подобное есть, если у вас имеется что-то подобное, то давайте вот мы с вами на это посмотрим. Вот. Посмотрим. Давайте посмотрим. Дальше. Вы говорите о том, чтобы опустить, опустить мужчину, как бы он его и любит. Здесь, здесь я бы предложил начать с конца, а не с начала. Здесь я бы предложил посмотреть на то, что вы называете любовью, что такое любовь для вас, да? Вот. Как вы это, вот, понимаете и как вы идентифицируете, вот, то, что вы чувствуете является именно любовью. Вот. Не допускаете ли вы, например, что то, что вы чувствуете, ну, не обязательно любовь. Вот. Не допускаете ли вы то, что, ну, такой вариант событий, что вот то, что вы чувствуете, может быть чем-то другим, каким-то другим чувством. Вот. Не любовью, а допустим, ну, вот, какой-то другой, каким-то другим ощущением, например, 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 вот. Было бы очень хорошо, если бы вы на это обратили свое внимание. Вот. Вот. Дальше. Значит, если мы говорим о том, чтобы опустить человека, вот, то это, ну, довольно интересный момент, вот. Вот. Почему это интересный момент? Дело в том, что, а вот как вы поймете, да, что вы отпустили человека? Это первое. То есть, вот. Значит, как вы поймете, что вы человека отпустили. Второе. Как вы сами для себя понимаете, что, ну, вот, что человек вами отпущен? То есть, как вы сами для себя этот момент, вот, понимаете, да? Это такой важный, на мой взгляд, аспект. Вот. И последнее, на что вот тоже хотелось бы обратить, конечно, ваше внимание, это то, а вот, допустим, допустим, что вам мешает? Сейчас, на данный момент, что вам мешает человека отпустить. То есть, ну, очевидно, что, судя по тому, что мы видим, да, что это вас держит в этом человеке. Вот. То есть, выкли мы вот как-то привязан, судя по тому, что мы видим. Давайте мы попробуем разобраться с тем, значит, что есть привязка в данном случае. Вот. То есть, ну, за счет чего, да, за счет чего вы привязаны. Вот. Потому что, опять же, привязка к человеку — это определённая, скажем так, потребность. Вот. То есть, да, ну, потребность вот в данном случае ваша потребность. Какая-то. Вот. Поэтому было бы очень хорошо, если бы вы увидели бы, что из себя эта потребность представляет, что это такое. Что это за потребность, которое является по сути, вот, привязки к человеку. Вот. И, соответственно, если это... Эта потребность будет, скажем так, идентифицирована, да? Вот если мы сможем её понять. Вот. Если мы сможем понять эту потребность. Вот. Я думаю, что вам будет легче, значит, вот в такой ситуации как-то вот продвигать свою... Дальнейшую модель поведение. Лично я думаю, что все связано. То есть, я думаю, что есть прямая связь с тем, что вы привязаны к человеку и тем, что вы не любите себя. Вот. Я думаю, что абсолютно прямая связь с тем, что вы компенсируете. А вот... Некое обесценивание себя посредством вот таких чувств к другому. Вот. Поэтому рассматривать вашу ситуацию нужно комплексно. Вот. Ни в коем случае вам не обесценивая и не типизируя вашу ситуацию. Ну, 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 вот, как бы, то, что вы испытываете, да? То, что вы чувствуете. Дальше. Почему вы думаете, почему вы думаете и каким образом вы приходите к тому, что есть какой-то универсальный способ, да, себя полюбить? Это очень интересно. Почему вы думаете? А почему вы так вот считаете? Почему вы не думаете, а не допускаете? Я думаю, что, может быть, нет такого уникального способа. И способ, который, конечно, существует, для каждого человека по отдельности. Вот. И, вероятно, самым правильным, самым правильным, самым, таким, корректным решением было бы вместе с вами поискать этот самый способ, который нужен вам, который подойдёт вам, который будет отражать вашу индивидуальность, вашу личность, если хотите. Вот. Понимаете? Вот, я думаю, такой, примерно. Ответ вам нужно дать. Сейчас, с точки зрения психологии и психотерапии. Значит, что нужно для начала работы? Как вы приходите к тому, что вы себя не любите? Это первое. Первое. Первое очень важно. Значит, второе. Человек, который себя любит, ну вот, по-вашему, который себя любит. Это какой человек? То есть, вот. Что вы, грубо говоря, называете любовью? К, значит, ну, к себе. Вот. Очень бы хотелось, чтобы вы на эти вопросы дали ответы, вот, чтобы вы поисследовали это, либо сами, да, либо с психологом. Вот. Как вы понимаете, что любите мужчину, и что вас к нему привязал? Если, опять же, мы говорим о том, что у вас идет, ну, какая-то привязка. А без этого, повторюсь, довольно будет сложно, чем-то вам помочь. И выбирайте себе психолога. И начинайте, ну, собственно, индивидуальную работу. Вот. Я думаю, так можно вам ответить сейчас. По крайней мере. Мы будем рады вам помочь. Вот. Будем рады помочь вам с вашей проблемой, да. Будем рады вам оказать помощь. Вот. Все, все сторони, все сторони. Вот. А, значит, ну, вот в рамках психотерапии, скажем так. Вот. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Мамена, приятных. Продолжение следует...